Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Во-первых, вы говорите, что не знаете, что делать. Что делать, чтобы что? Пожалуй, был бы здесь уместный вопрос. Что делать, чтобы что? Что вы хотите? Пробудить в нём его чувства вряд ли получится, потому что человек своими чувствами не управляет. Они у него либо есть, либо у него их нет. Вот. И в принципе всё. Как бы это не звучало, да, может быть как-то неприятно или как-то ещё, но это вот так. Понимаете? И вопрос, в общем-то, заключается в том, почему вы так вот привязались сильно к человеку. Вопрос, он скорее в этом, заключается. Вот. Мог ли он перегореть так за один раз? Опять же, вот как вы пишите. Мог ли он перегореть? Да, мог. Мог перегореть. Мог перегореть. Это правда. Просто, например, испугался близости, к примеру, с вами почувствовал, что вот чересчур привязывается, испугался зависимости, и всё, и вот, решил остановиться. Вот. То есть, это на самом деле, это не какая-то такая особенная история, к сожалению. Вот. Понимаете? То есть, это история, которая, в принципе, довольно распространена, к сожалению. И вопрос здесь, он заключается только в том, что вы будете с этим делать. Вот именно вы, что будете с этим делать. Именно вы. Понимаете? Дальше. Можно ли пробудить его чувства? Ну, опять же. Опять же. Пробудить. То есть, что значит пробудить чувства? Чувства либо есть, либо их нет. Чувства. То есть, вы ничего не пробудите, если нет. Ну, если нет чувства. Понимаете? Поэтому, что тут не сила так. Однозначно. Скорее всего, мужчина просто испугался близости с вами. Вот. Я думаю так. Я думаю, что человек просто испугался, что у вас всё слишком хорошо он складывает. Вот. Другой вопрос, что вы за полтора месяца, судя по тому, что вы пишете, вы за полтора месяца к человеку очень сильно привязались. Вот. И я думаю, что, поскольку он, поскольку он оказался таким вот не совсем сам надёжним, то вам имеет смысл подумать над тем, почему вы, вот как говорите, ну, надеялись бы на какое-то восстановление отношений. Вот. Это было бы здорово, если бы вы вот на эту тему подумали, это было бы здорово, если бы вы на эту тему поразмыслили, это было бы здорово, если бы вы вот спросили бы себя, спросили бы себя, почему у тебя вот так сильно к человеку прикопило за вот эти вот, ну, за вот эти методы, за полтора месяца было. А вы говорите, что вы угадали своему мужчине. Вот. Вы говорите, что он вам угождал. И такие отношения, они очень похожи на страсть. Это очень похожи на влюблённость. Вот. Ну, не на какую-то такую вот зрелую любовь. Вот. И, в общем-то, это нормально. В общем-то, что не похоже это на зрелую любовь. Ну, не похоже это на зрелую любовь. Вот. А вот, потому что, если бы это было похоже на зрелую любовь, да, то, ну, проблемы вот, такой проблемы бы не было. Не забывала. Не забывала. Не забывала. Вот. Поэтому, мужчине испугаться. Ну, мужчине нужно дать немножко времени, чтобы обдумать, чтобы подосмыслить. Потому что есть ощущение, что человек не очень знает сам вообще, чего он хочет. не очень, ну, не очень понимает сам, что ему нужно. Вот. Поэтому, желательно, желательно дать ему немножко времени. Вот. А вам это время желательно использовать для того, чтобы разобраться в себе и чтобы, вот, идти куда-то, ну, куда-то идти таким своим путем. Вот. Идти куда-то таким более надежным курсом, более надежным вектором. Самое главное, наверное, чтобы вектор этот зависел только от вас, исключительно от вас. И больше не от кого, чтобы вы не зависели ни от кого, кроме, вот, ну, кроме, кроме себя, кроме себя самой. Вот. Потому что, как вы видите, он, ну, не очень, не очень такой надежный мужчина, да? Вот. Вот. К сожалению. И вряд ли он станет в ближайшее время более надежным. Вот. Вряд ли он, вот, какой-то такой, долгосрочной перспективе, станет более надежным. Вряд ли он, вот, если сейчас, допустим, если сейчас вы будете вместе, да? Вновь-вновь, вновь, вы будете вместе. То совершенно не факт, что он опять не психанет, да? И, там, в один день не решится закончить. Поэтому доверять ему как раньше вы уже не сможете. И чтобы доверять им адекватно, чтобы доверять человеку адекватно, нужно как раз, нужно как раз-таки, действовать и двигаться, вот, в своём направлении. То есть, именно, вот, в том направлении, в каком, хотели бы двигаться вы сами. Мне кажется, что, слишком сильно вы отпадили, ну, человек, вот. И это, вас, на мой взгляд, подкосило, скажем так, подкосило. Вот. А вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить. Ну, то, какой обратной связи я могу с вами поделиться. Вот. Я не говорю, что, что это, односночная такая позиция, вот. Не говорю, что это, только так. Я не хочу так сказать, что это только так. Вот. Вот. Но, пока что, всё указывает на, вот, то, что, по-другому, маловероятно, что бы было. Вот. Вот. А вот, в принципе, так, я думаю, вам можно ответить. А, на этом всё. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве. Лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо.